Всем привет! Мы сейчас собрались ехать в Зубровый заповедник и стоим в такой пробке здесь на большой бетонке. Видимо, кто-то вступнулся. Яндекс показывает авария. И, похоже, реверсивное движение сделали. Интересно, что ж это? Ой, там что-то народ на газоне стоит. Ну, лоб в лоб. Кура, скорее всего, не просто остановилась по ночи. Не знаю. Может быть. Но, может, и нет. Далеко от места ДТП. Ну, да. Все в осколках, в обломках. Народ сидит по обе стороны. Ехали к гигантскому кофейнику. Ну, так просто посмотреть по дороге. Димке было интересно. Мы решили его свозить. Вон он, на вершине трубы, Машуль. Иди к папе, посмотри на него. А там забраться... Можно, интересно? Нет. Забраться нельзя. Территория закрыта. Там больше ничего нет. Ну, кстати, если так, вот относительно юга, то вот юг, север, восток. Пару километров восточнее этого чайника. Ну, как? Это какой-то чайник, мам. Капе есть чайник. Классно? Нравится? Ну, не совсем. Арт-объект. Идите в машину тогда. Я машину не закрывала. Папа, лови! Папа, лови! Все, насмотрелись? Да. А там ничего нет за забором. Грибов, наверное, в море. Там просто стоит труба и все. Интересно. Ну, пошли. Держи меня, держи меня. Не урони. Давай, вам новую сделаем. Потрясающе. Слушайте, ребят, мы приехали, но здесь что-то... Такое количество народу, да, я помню. Народ стоит даже на шоссе снаружи. Здесь вся парковка забита. Мы в прошлый раз с Машей приезжали, здесь не было никого. Ну, пойдем, я не знаю, на билетах спросим. Попокмотрим. Машей, бери, да. Ходить в такой толпе тоже не хочется. Да, ходить в толпе совсем не хочется. Мама, а здесь экскурсии будут? Я могу, чтобы на смотреньках паркетить. Здесь только экскурсии. Здесь без экскурсии, по-моему, и не пускают вовсе. Здесь надо экскурсовода ждать. То есть они вот все за одним вот этой вот цепочкой. Да. Я бы на месте Зуброва лучше поголодал. Один вечерок. Сейчас мы посмотрим, может быть. Здесь, но народу очень много. Я же говорю, хочешь, пойдем. В такой толпе? Да, вот такие. Они сейчас как раз на еду пойдут. Ну, пойдем. Да? Ну, пошли. Купи билеты, и мы здесь будем, ладно? Давай. Отстанем, и все. Только быстренько. Чего? Можно подойти потрогать, конечно. И за нос можно потрогать, и за все можно потрогать. Он каменный. Он каменный, Маш. Это камень. Он каменный, Машуля. Он из камня сделан. Боится. Нравится? Угу. Классный? Окей. Ну вот, видишь, большой такой вообще. В общем, Димка пошел покупать билеты все-таки к зубрам. Сначала не хотел. Говорит, много народу, не хочу, все. Вот. Но все-таки уговорили. Пошел. Надеюсь, успеет еще. К сведению тех, кто захочет пойти, последний экскурсовод здесь уходит в 4 часа, и без экскурсовода на территорию к зубрам не пускают. Так что к 4 часам, прям как штык, чтобы успели купить билеты еще. Вон, экскурсовод уже народ собирает, но мы постараемся так отдельно пойти. Слушать будешь или... Послушаю. Ну, пойдем. Мы не стали по поводу вещей. Клещи, да? Машки ноги открыты. Ну, надо просто осматривать. Да. Не полки. Годовалые они получаются, да? Дорогые годовалые? Ой, малыши лежат, смотри. Ой, малыши, смотри. А он взял, смотри. Сильно, сильно отстань. Вот, смотри, пойдем смотреть движение. Ну, какая гора. Пойдем, мам. Попробуй, посмотрим. Это голова малыша, как он отталкивает. Это мочадр. Вес около 900 килограмм. 8-летний бук. 8 лет. Ему возраст. Но он не самый. Максимальные параметры имеются. Максимальные это мураками. С ним 5 замок и 5 запрят. Телядки вот эти. Все в один день телочки. Разве 29 маря у нас. Вот головой всех. Видите, у них иерархия. У них все по старшинству. Что касается еды, ходьбы. Сначала зубы, потом старшая зуба, потом вторая, третья, четвертая. Аккуратно, верхушечку травы, передними зубами, резцами срезать. Лес, вот видите, словно не хуже. А верхние зубы? Да, у них 32 зуба, так же, как у человека. Ну, куда ты? Не подходите. Берет брачный, я вам говорю, не подходите. Ну, вы слышите меня или нет? Пожалуйста. Он вот вовремя останавливается. Уже второй раз вот за сегодняшний день с ним такое происходит. Пожалуйста, отойдите, детей уберите. Я вас очень просила. На меня нет. Ну, он просто вынесет эту сетку, легко он треснет. Около 95 килограмм вес, 850 точек, на нем деле. Да. Привет, Андрей, пожалуйста. Выди сюда все скорее. Ой, язык-то какой здоровенный. Давайте, давайте, давайте. Быстрее, он подспакал. Слышку подстригли, а то половину забрала, половину забрала. Маска. Ну, пошли поднимемся, посмотрим еще сверху на бизонов. Здесь просто один загон. Бизоны американские. Ой, там с теленочком с маленьким. Да, все правильно. Все в репейниках. О, ты зон Маша. Ну, да. Слышала? Угу. Марта. Марта. Марта не думала сначала. Марта. А, Марта. Да, прости. Я думаю, Марта зовут. лично вершину на период кормежки все хочу допросит подальше это логично отдельный человек с телефоном для экстренной связи а второй за рулем подбирать туристов они в это время не будут отчаливаем да понятно соскребать туристов до скоро как нам объяснили у них сейчас просто брачный период с августа по ноябрь это мои сейчас агрессивные нервные все такое да пошли экотропа сюда идем пойдем ну да там можно будет походить подняться посмотреть пойдем сейчас я билетики достану что ты боишься не бойся ну и что здесь забор везде куда ты денешься она к веревочным парком привыкла со страховкой ходить так маша что мы ищем зеркало мы ищем да нужно найти зеркало что ты боишься я чуть не упал сейчас куда на пол да машка до скайфова то еще не скоро дорастешь хорошо давай мы по 5 дадим билетики пойдем за ручку пойдем не переживать так там тупичок так все держись за забор ну да здесь несколько путей они так хорошо зеркало спрашивали что вон она найдем зеркало желаний и ты даже его там загадаешь что да хорошо что перила ступенечки нравится ну как читай что здесь ну ты пройди господи маня папа же за нами стоит шишкин дубовая роща шишкин дубовая роща здесь что сразу стало понятным значение слова совершенства и вместе с тем началось легкое сожаление о чем о том что ни при каких усилиях человек не сможет передать очарование этого дня этих вот трав великой тишины как и все очарование того что творится сейчас в его душе еще подымалась досада на то что все это ты видишь только один тогда когда это должны были видеть все любимые и милые люди когда человек счастлив он щедр он стремится быть проводником по-прекрасному новелла вам пошли пошли папа я хорош панику нагонять идея буду память здесь заборчики маша куда ты денешься ты не пролезешь давай мышонок маша нельзя вот а теперь представь что внизу лава и дракон сидит и что-то маша как-то замедлилась давайте двигается прикольно все качается давай давай да я иду ты по каждой идешь ты переступай чё ты не трусь мне самая короткая досталась а вот что вот было бы неблагодарность и не назвать и лес что за книга машу ли нашла давай будем желание загадывать нет про себя буду загадывать а чё это не вслух ты а вот так не скажу а то не сбудется данного как раз если скажу что сбудется нет загадывая желание давай теперь ты вслух про себя пошли все я впереди потому что я нашла про лёд пролета я так понимаю и иначе мы бы не прошли все это тропы потом возвращались выходит один пролет проходишь и все и выходишь через минуту да еще раз пойдем по кругу еще раз пройти по кругу да еще раз пройдешь можно будет еще одно желание загадать нет зеркало то одно так все мы с тобой прошли это не отсюда начинали не пойдешь еще на пробке голодный ребенок а вот вход ты из нас никто и не видел все пошли а то бы пошли сейчас прямо к зеркалу желаний уже бы нашли его и пошли бы обратно до желания загадывали почему мы идем им навстречу ну да я сама в шоке как может быть зеркало волшебно так классно вообще ой хочу это мои хотели кукурузу купить и что не купили не было а они готовят онлайном что видимо там варится понятно ладно подождем да или мы едем куда-то если ты хочешь кушать сейчас давай подождем если ты готова подождать то поехали или что-то кроме кукурузы если ты хочешь то поехали но так проголодались в этом приукско террасном исповеднике зубровом что решили перекусить и единственное что мы нашли ближайшего это собой в ленте закажет и покушаем машка у нас тоже уже ноет я хочу есть я хочу есть я хочу есть голодный ребенок злюка все сейчас покушаешь надо будет еще за продуктами зайти в ага классная она наверно еще и с витицы а я думала она с механизмом который сам едет а ты чё взял индейку 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 красота ой маша распаковывай распаковывай показывай у нее там полный набор но там сок маффинка да даже маффинка и машинка даже ну что тебе ой что эти за синдичку а это мне упаковали да это тебе кушать ой голодный ребенок а как мне кушать то руками берешь как бутерброд и кушаешь подвинь булку так чтобы удобно было все отдадем обратно вот сделай бутерброд себе нормальный ага сожми руками его во а у меня сэндвич с лососем и крем чизом пришли в ленту маша выбрала себе очередной слайм у него кстати игрушка внутри да крабик крабик да да а машинку ей с собой дали ну-ка она светится ты ее открыла так я не знаю нет мне кажется это механизм как раз о чем я и говорила ну конечно смотри ой да 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 смотри чтоб под холодильник не уехала не уедет да так ну что ой это они же наверное острые вон ну ты купил это а вот эти нет а вот оно что у нас будут и острые и не острые ну давай давай я не знаю честно но мне кажется сахариться скорее всего было объективно что то еще нужно нет интересно У тебя есть там все? Все, что нам понадобится, вдруг мы сходим в Камыши и купим. У нас хлебки есть, чтобы зажарочку сделать? Да, да, да. Ну, хлеба там чуть-чуть осталось. Овощи, фрукты. Да, это есть. Салат, салат, губы, и помидоры. Да, есть. Мама, это зеркало, правда, волшебное. Давай. Давай. Сейчас мы с тобой его оплатим, ладно? Да. И в машине его откроешь, хорошо? Ага, зато пожмякаешь. И пожмякаешь, да. И зато проверку контента. Хорошо. Ну, вроде он не липнет. Испачкаешь машину, пойдешь пешком. Ну, папа, она не испачкает, она будет аккуратной, да? Да. Молодец, Санюшка. Все, мы дома, сейчас будем чай пить. А, отдыхать. Шикарно съездили сегодня. Не пожалели, что пошли к зубрам. Все-таки мы их застали, слава богу. Вот. Ну, на экотропе, откровенно говоря, делать нечего. Это, скорее, такое развлечение для детей. Наверное, для тех, кто ни разу не был в веревочном парке. Потому что, ну, тропа там так вот закругляется, кольцевая. Буквально. И все. Так что, в принципе, кто был в веревочном парке, делать на ней нечего. Вот. Нашли зеркало. Все. Загадали желание. Сейчас буду дальше продолжать смотреть свой сериал. Товарищи, я подсела. Я подсела конкретно. Я не отрываясь, смотрю его ночами. Я смотрю его часов до трех ночи, иногда до четырех утра. Потому что одна серия там идет порядка двух с половиной часов. Это одна серия. А в сериале, я так понимаю, несколько сезонов. По-моему, два сезона, что ли. Не знаю, врать не буду. Вот. Короче, это турецкий сериал. Называется он... В общем, у него разные есть названия. Есть название «Черная любовь». Есть название «Бесконечная любовь». По-турецки он называется «Кара Севда». Вот. И я так на него подсела. Мне так нравится вообще. Я не могу эти интриги, 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 интриги. Кто-то где-то, что-то как-то. Я вот это вот люблю из-под тяжка. Подковерные игры. Вот это вот я очень люблю, конечно. Вот. Так что сейчас чай попьем и... Пойду. Я уже на... Двенадцатой серии. Большая просьба. Не говорить мне, не писать в личку, чем закончится, что, подробности какие-то. Вот. Вот. Правда. Буду очень благодарна. И сейчас еще видео монтировала, когда увидела, как мы там в Сабея сидели. И вспомнила про то, как я там мучилась. У меня просто горел рот от этого сэндвича. Несмотря на то, что я специально взяла себе сэндвич с лососем и крем-сыром, крем-чиз, да. Вот. Потому что это сэндвич, который всегда не острый. Всегда. Но почему-то в этом Сабвее в него умудрились положить кучу перчиков-халапенью или что-то такое. В общем, такие маленькие перчики, зелененькие, которые я потом просто элементарно вытаскивала из этого сэндвича. Причем... Я думала, что это я просто лоханулась и взяла такой сэндвич. Я потом подошла посмотреть. Никаких указаний около этого сэндвича о том, что он острый. Никаких там значков перчика, никаких надписей острый. Ничего такого. Кроме того, только название, что вот там с лососем и крем-чиз. И все. Даже нету состава сэндвича. То есть, что именно, из чего он состоит, какие ингредиенты. Вообще нет никакой возможности как-то контролировать вот это вот. Как-то выбрать острый, не острый. Вот только разве что как-то, я не знаю, заранее спрашивать. А он не острый? А он не острый? То есть, заранее вот на меню ничего вообще не написано. Нигде абсолютно это не указано. Вот. Это в ленте в пригороде Серпухова, которая большая, гипермаркет, который работает 24 часа. Я, конечно, была просто удивлена, потому что, ну, как-то такая сеть обычно всегда пишут в состав. А здесь... Фиг. Вот. Все, ребят, на этом все. Вот у меня прям сейчас эмоция такая была. Хотела поделиться и все. Вот. На этом все. Всем до встречи. Всем пока.